Обеспечить законность, продавать, покупать и дарить недвижимость, которая находится в долевой собственности детей и недееспособных граждан, теперь можно только через нотариуса. И соблюдение нового порядка влечет признание сделки незаконной. Сейчас документы на регистрацию прав на недвижимость без нотариального заверения не примут ни в рекпалате, ни в МФЦ. Изменения в закон внесены из-за многочисленных судебных споров, связанных с требованиями разных сторон аннулировать сделки. То есть раньше это можно было в простой письменной форме написать и все. Причем иногда страдали не только там споры возникали между этими супругами, но там же еще был такой момент, как третьи лица, кредиторы, понимаете, которые там тоже. Можно было это задним числом подписать, эту простую письменную форму и так далее. При оформлении нотариально заверенного договора у граждан появляется ряд преимуществ. Во-первых, сокращенные сроки регистрации. При подаче пакета в бумажном виде через нотариуса оформление документов займет три дня, в электронном виде – сутки. Также при оформлении сделки снижается вероятность мошенничества. Ведь цель работы нотариуса – объяснить всем сторонам последствия сделок с недвижимостью, проверить наличие всех необходимых документов и их законность. То есть эти обстоятельства, подтвержденные нотариусом, имеют особую доказательную силу. И теперь уже, если по нотариальному, по нотариальной сделке, очень непросто сказать «а, я не знал» или еще что-то. Потому что подразумевается, что нотариус в соответствии с законом выполнил все свои действия. Продолжение следует...